Татьяна Ткаченко Чтобы удивить жюри и одержать победу, очень важно выполнять все действия четко и правильно. Чтобы все определенно шли в ногу, чтобы определенно знали песню, могли спеть четко, ясно и певуче. Начали тренироваться мы еще в апреле. Думаем, сегодня все получится. Умение красиво пройти строим с песней, четкость строевого шага, выполнение основных команд, точность, результат длительных ежедневных тренировок. Все нужно выполнить только на отлично и выглядеть при этом тоже безупречно. Если нет, легче, легче идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка. В смотре конкурса приняли участие представители более 30 школ и военно-патриотических клубов Славинского района. Дал старт началу соревнований председатель районного совета Григорий Литовко. Желаю вам всего самого доброго, здоровья, счастья и уверен, что сегодняшний смотр конкурс – это дань памяти и уважения нашим отцам и дедам, которые завоевали нам светлое будущее. Программа смотра конкурса состояла из двух частей – прохождения торжественным маршем и исполнения строевой песни. В состав судейской коллегии вошли военнослужащие и представители управления образования. Оценивались умения ходить торжественным строем, правильность и четкость выполнения команд, качество исполнения строевой песни, наличие единой формы, внешний вид участников. Школа заявляется по трём возрастным категориям. Это начальные классы, это среднее звено, седьмой, восьмой, девятый класс и старшие классы, десятые, одиннадцатые классы. В каждой возрастной группе будет определено по три победителя. Конкурс проходит ежегодно, большое количество участников, много зрителей и мы уверены, что он проходит не только под духом военных и смотровых, зрелищных эффектов, но и безусловно это носит патриотический характер. В ходе конкурса ребята продемонстрировали строевую слаженность и знания песен военных лет. Чеканя шаг, ногу в ногу ребята проходили по театральной площади. Победителей определили по четырём номинациям. Лучшими среди учащихся пятых, шестых, а также седьмых, восьмых классов стали команды школы номер 16, среди девятых, одиннадцатых классов – школа номер три, среди военно-патриотических клубов – команда школа номер пять. Команды победителей получили кубки и грамоты, а каждый участник – массу впечатлений, а главное – бесценный опыт. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Специально для праздничного выпуска программы «События». Субтитры создавал DimaTorzok